Я думаю, не один я обратил внимание, что порой та жизнь, к которой нас готовили в детстве, оказалась совсем не той жизнью, в которую мы погрузились, когда стали взрослыми. Как будто нас готовили к одной жизни, а в реальности получилось не совсем то же самое. У вас были такие ощущения, да? Нас готовили к одному, а получилось, в нас сеяли одно, а как-то в итоге вышло другое. Мне несколько верующих говорили, говорит, пастор говорит, в последнее время, такие, говорит, проповеди насыщенные. Мы их по два-три раза пересматриваем, потому что там столько, что за один раз не воспринять. Может быть, иногда что-нибудь такое попроще. Я решил, сегодня будет немножко попроще. И сегодня моя проповедь называется «Сказка о Золушке». Мы в последнее время с супругой обсуждали эту сказку, и она готовит такую тему вообще для сестер, для женщин, там у них очень интересные есть моменты. Вот, она как-то в эту сказку глубоко вошла, и она там детали будет рассказывать, и я думаю, это сестер благословит. Я возьму такой мужской прямой взгляд на эту сказку. И вы знаете, что, конечно, эта сказка есть в разных вариантах. Есть и литературный вариант. Мы в основном знаем в варианте Шарля Перро, да, но это уже обработанный вариант. Есть мультфильмы, там тоже немножко измененные варианты. Там и Диснеевский мультфильм про Золушку. Но суть, несмотря на расхождения какие-то детальные, суть сказки, я считаю, она во многом гениальна. Почему? Потому что она так ложится на нашу душу. Поэтому эта сказка живет веками. Поэтому есть только вариантов этой сказки. Поэтому, я думаю, в этом зале не найти человека, кто бы в детстве не слышал эту сказку, которая возникла не только не на Урале, но даже не в России эта сказка возникла. Почему? Потому что наша душа, она, ей очень приятно то, что говорится в этой сказке. А послание этой сказки, я еще раз говорю, детали разные, но суть послания одна. Если ты будешь хорошим человеком, прилежным человеком, добрым человеком, то в один миг случится чудо, и ты вместе с принцем закружишься во дворце где-нибудь, на балу, и однажды ты просто проснешься принцессой, проснешься принцессой. А все мы себя считаем, может быть, мы не самые образованные, может быть, не самые умные бываем, может быть, не самые музыкальные бываем, но все мы добрые, все мы очень хорошие, все мы очень прилежные. И, конечно, мы не без недостатков, но заслуживаем и принца, и карету, и дворец, да и королевство тоже, в принципе, кому как не нам управлять. И поэтому, когда мы слышим вот эту сказку с детства, вот ты хороший человек, ты прилежный человек, ты послушный человек, ты добрый человек, и вот однажды в твоей жизни придет эта фея с палочкой, и скажешь, что ты хочешь, золушка. Когда мы входим во взрослую жизнь, все как-то не по золуше получается. Нет, ну, конечно, хорошие, добрые, может быть, конечно, жизнь нас немножко пообтесала, и не такие миленькие, как в детстве, но еще держимся. Замков, карет и принцев на горизонте из года в год не появляется. И если мы с вами посмотрим на жизнь реальную, скажешь, Виктор, ну что, не бывают такие ситуации, когда человек раз и в замке. Бывает. Это единицы. А миллиарды остаются золушками. И это правда. То есть, эта сказка приятная, но если мы будем честными, она лживая. Она даже, знаете, она более лживая, чем казино. Есть люди, которые приходят в казино, и они верят, что вот я вот поставлю на это и стану богачом. И в действительности некоторые люди выигрывают. Про них там, в СМИ говорят, вот такой-то человек выиграл, такой-то приз. И мы думаем, о, молодец. Остальные 7 миллиардов смотрят, о, может, и у нас получится. Но как один сказал, мудрый человек, если хочешь выиграть в казино, купи себе казино. 100% выигрыш. То есть, в действительности, богатеют на азартных играх те, кто владеют этими азартными играми. А остальные остаются с мечтой. Поставлю там на красное. Выиграют столько-то и столько. Вот и ставят, и ставят. И на фоне того, что большинство нищает в этих играх, ну, кто-то вот... В истории с Долушкой тоже что-то подобное. Да, есть какие-то случаи, есть какие-то вот... Ну, миллиарды остаются без этого. Без этого остается. Но сказка настолько привлекательна. Сказка настолько приятна для нашей душе, что по существу, если мы даже посмотрим современная масс-культура, есть разные варианты. Но она построена на этой сказке о Золушке. Да почти весь Гильвуд, это сказка о Золушке. Вот эти фильмы, там, красотка, там какая-то, что-то такое. И вдруг вот встречается, и все у нее в жизни меняется. Один человек сказал, говорит, даже современный Джокер, это перевернутая сказка о той же самой Золушке. Даже все эти вещи, вот эти сказки о Золушке. То есть нам это приятно, и массовая культура нам эти предоставляет сказки о том, как вдруг вот фея появляется. Опять разные варианты. Но ты ж такой хороший. Ну, кто достоин замка, как не ты? Да, конечно, ты достоин замка. Самого лучшего, самого красивого принца. Ты достойна. Я помню, много лет назад наткнулся на один ролик медицинский. Снимали врачи в психиатрической больнице, и там одна девушка, больная шизофренией, ее снимали, врачи с ней проводили беседу, разные вопросы задавали. А эта больная девушка регулярно повторяла. Золушки, трудитесь, Золушки, трудитесь, трудитесь, Золушки, трудитесь. Ее врач спрашивает, а где вы Золушек видите? Она говорит, вон, вон Золушки. А там сидят другие пациенты везде. Вот она, вон, вон Золушки. Трудитесь, Золушки, трудитесь. Я вот смотрел на это, думаю, вот со стороны смотришь, психически больной человек, а по существу это чуть ли не модель всего нашего общества, где мы, конечно, здоровые с точки зрения медицины, но такие же больные. Надо трудиться, Золушки, трудиться, и мы вот станем обитательницами великих замков. Этим станем. То есть приятная сказка. Насколько эта сказка коварная, потому что она неизбежна, миллиарды людей приводит к полному разочарованию. Нет этого. Конечно же, безусловно, мы об этом говорим и будем говорить. Важно в жизни ставить цели, важно трудиться, важно, да, важно стремиться достигать лучшее, на что ты способен. Я люблю поговорку «стремись к невозможному, достигнешь максимума». Кто-то ее там Наполеону приписывает, кто-то еще кому-то. Но не так важно, что стремись к большим вещам, и ты получишь максимальное в своей жизни. Но если мы с вами будем честны, диапазон этого очень ограничен. Из-за принцев выходят в основном принцессы. А принцессами ими не столько становятся, ими рождаются. Есть люди, и вот они становятся. Остальные, ну, нет. И это опять-таки правда, правда жизни. Но вот это невозможная вера в чудо, что поскольку ты такой хороший, и таких хороших-то миллионы и миллионы, но именно ты, именно ты, достоин того, чтобы к тебе встретилась вот эта фея, и твоя жизнь стала моментально другой. Это настолько живучие мысли, настолько живучие, что в принципе, если мы с вами посмотрим на христианство современное, и на многие современные проповеди, то по существу это та же самая сказка о Золушке, только в христианской обертке. В христианской обертке та же самая сказка о Золушке. Давай, вот ты будешь, и ты станешь могачом, и там ты станешь еще кем-то, и ты станешь, и вот такое вот. И у тебя все изменится. И все, и все. Только верь, и будь хорошим. Знаете, я не рассказывал, у меня в жизни был такой один эпизод, очень для меня болезненный, очень болезненный, может быть, поэтому я не рассказывал, но я его помню, хотя он произошел в 93-м году, когда, я помню, в то время мы команда пасторов вместе с Ульфом и Экманом впервые он нам решил показать Израиль, и мы полетели в Израиль. Для большинства из нас это вообще было первое путешествие за границу, 93-й год, для меня в частности. И поскольку об этом говорили, что вот служители поедут, об этом слышали верующие, слышали верующие Москвы, я помню, когда вот мы были в аэропорту и уже улетали, там проходили таможню, я обратил внимание, женщина стоит с ребенком, запомнил ее, она стоит, ходит, смотрит на нас, и молится на иных языках. Я спросил, эта прихожанка одной из московских церквей была, которая знает, и она была абсолютно убеждена, что если кто-то и должен быть в Израиле, на тех местах, где проповедовал Иисус, то это она, она же хорошая, она же верующая. И вот смотришь на нее, она ходила, молилась и смотрела, и она верила, что что-то случится, и ей скажут, и ты тоже летишь, и откроются границы, и она сядет в самолет и полетит туда. Она в это верила абсолютно, потому что она хорошая, она прихожанка, она жертвует в церковь, она молится, она молится на языках. Я вот помню, я стоял, смотрел на нее, вот на эту, так называемую, веру, веру в невозможное, веру в чудо. Я вдруг понял, насколько же можно вот извратить само понятие христианской веры, когда для нас по существу вера христианская, это то же самое, что сказка про Золушку. И мы не обращаем внимания, что, хотя есть истории, как я еще говорил, когда кто-то, ну на самом деле, что-то вдруг получалось чудесное, но ведь миллиардов-то не получалось, а сказку эту читает огромное количество людей. Но все равно мы верим, и для нас это фея уже не фея, для нас это уже Бог, но по существу та же самая сказка, где Бог, Иисус, вместо феи, а сюжет тот же самый. И постоянно вот за эти 30 лет моей пастырской, пастырского служения я вижу, когда вдруг у людей крушатся эти надежды, и когда они вдруг понимают, что все, ты никуда не полетишь, и вот самолет улетел, а ты здесь остаешься, молишься на языках, и никуда не летишь. И вдруг люди во всем разочаровываются, разочаровываются в вере, потому что, по сути, они не в Бога верили, они верили в сказку о Золушке. Я помню, когда пару лет назад Бог вдохновил меня, знаете, иногда бывает, Бог меня вдохновляет некоторые проповеди говорить, а я знаю, что они вызовут резонанс, резонанс. И когда я соглашу, например, в прошлом году меня Бог усиленно меня подталкивал, сделай проповедь о конспирологии, об этом проповедуй. Я начинаю готовиться, думаю, Боже, опять, там люди будут недовольны, Виктор не о том говорит, потому что всегда есть кто-то недовольный, да, вот, хотя я сейчас понимаю, Бог нас готовил к 2020 году, Бог несколько вещей мне сказал, например, проповедь об Иове, мне тоже было трудно взять этот цикл проповеди про Иова, трудно было взять, почему, ну, тема-то непопулярная, прямо скажем, ее только там в основном в библейских каких-то школах рассматривают и обычно со взгляда своей конфессии, там, у харизматов так, у баптистов так, а тут взять на воскресное собрание, я помню, решился на Иова, а на конспирологию не решился. Сейчас я понимаю, почему меня Бог подталкивал к этому. И вот точно так же было время, мне Бог подталкивал, долго этому противился, все-таки решил проповедовать, проповедь о христианских колдунах. Вот, и там была куча негатива, там, что это там, потому что, я, может быть, не называл, но на некоторых известных проповедников, там, пророков, еще кого-то, целителей, намекал про этих людей и рассказывал реальность о том, что они пророчат и что они, какие результаты их исцеления там были. Но верящие в сказку о Золушке не хотят этого видеть. Они верят, что миллиарды миллиардами, а я вот именно та Золушка, которая одна из семи миллиардов станет принцессой. Именно я. А кто же? А кто же, если не я? И вот я читал эти гневные комментарии золушек, а потому что мы никогда комментарии не удаляли, никогда, даже когда были негативные комментарии. А тут мне говорит наша медиакоманда, пастор, там с матом комментарии, там, все, может, их тоже оставлять? Потому что я давал указания, и именно с той проповеди мы какие-то матершинные комментарии стали удалять, вот именно с той проповеди. Я решил посмотреть, смотрел эти комментарии гневные, интересные там наблюдения были, обычно, чем более безграмотные, тем более гневные, тем более недовольные. Вот, ну там некоторые моменты. Но одно, один комментарий недовольный заставил как-то меня задуматься. Писала женщина, писала с Украины. Вот, и я в этой проповеди там одного пророка затронул, вот, его уже пророчество, вот. А она верила, что если у нее будут деньги, и она их копит, и она поедет к этому пророку в Африку, и он за нее помолится, то в ее жизни все изменится. А у нее в жизни много чему надо было поменяться. У нее плохо со здоровьем, у нее ребенок тоже плохо со здоровьем, мужа там нет, работы постоянной нет, жилья своего нет, они там мотаются, где-то по милости по разным квартирам, работу нет, она и работать-то толком не может, и без работы как-то ей жить, и ребенок. В общем, там во всех сферах проблемы. И вот она мне пишет, говорит, Виктор, я была у разных проповедников у нас здесь в Украине, и в Киев мы ездили, и там-то мы были, и на этой конференции были, но ничего не меняется у меня в жизни ничего, ни со здоровьем, ни с работой, ни с жильем, ни с ребенком, ничего не меняется. И вот у нее есть свет в окошке, она накопит вот эти несколько тысяч долларов, поедет туда, в Африку, и тот пророк за нее помолится, и все в ее жизни изменится. Фея махнет своей палочкой, и карета появится, и кони появятся, и замки появятся, и принцы появятся. А тут появился вместо этого проповедник Судаков, который хочет лишить ее этой сказки, сказки о Золушке. Она говорит, Виктор, я уважаю вас, зачем вы так говорите? Я вижу, что это боль. Я даже тогда помню, настолько меня коснулось, я с Дианой это обсуждал, я говорю, Диан, может мне не стоит об этом говорить? Может не стоит об этом проповедовать? Нет. Пускай они живут в своей сказке. Хоть какая-то надежда. Я помню, тогда мне Диана сказала, ну это же ложная надежда. И вот здесь вопрос, как знаете, говорят, есть сладкая ложь, да? Оставлять ли человека вот в этой сказке о Золушке в сладкой лыжи? Она рассеется, но ведь не сейчас, а сейчас пока что-то есть, как говорят, без надежды жить нельзя. Но с другой стороны, я вот думаю, да, без надежды жить нельзя, но почему у нас-то, у христиан, почему мы дошли до того, что наша христианская надежда стала неотличима, как братья-близнецы, похожие на сказку о Золушке? Почему? Где мы такое вычитали здесь? Где мы это вычитали? Потому что, если мы с вами начнем читать священное писание, вот давайте откроем 72-й псалом. Не сказку о Золушке, а 72-й псалом, и я прочитаю в переводе Международного библейского переводческого общества, чтобы как-то освежить взгляд. Хотя тут, в принципе, отличий практически нет, но все-таки более современный язык. И вот, посмотрите, 72-й псалом. Я считаю, этот псалом настолько важен, и более того, мысль, которая в этом псалме, она встречается во многих местах, и в других псалмах, и в книге Иова, и в Новом Завете, конечно, встречается, и в притчах встречается. Но вот этот псалом, он как-то сконцентрировал, вот этот целый псалом, посвященный этому. Так вот, есть целая глава в послании Коринфянам, посвященная любви. Также есть целый псалом, посвященный вот этой теме, теме Золушки. 72-й псалом, первый стих. Песнь Асафа. Бог добр к Израилю, к тем, чьи сердца чисты. Но я почти поскользнулся, почти потерял опору. Я роскошь злых увидел, позавидовал высокомерным. От них исходит здоровье, им за жизнь не надо бороться. Людского всеобщего бремени они лишены, никакие беды их не угнетают. Гордость их ожерелье, их одежды жестокость. Владеют они всем, что любят, делают все, что хотят. они в других, они о других зло и плохо говорят. Во всем горды и упрямо, других для себя используют. Говорят, как будто правят небесами, говорят, как будто правят всей землей. И люди идут за ними, делая все, что им скажут. Они говорят, о каких делах не знает Всевышний. О наших делах не знает Всевышний, они говорят. Злобные, беззаботные, но их богатство растет. Зачем в чистоте свое сердце я содержал и руки зачем омывал невизностью? Видите, вот ты вот смотришь, да, как сцена из знаменитого фильма «Бриллиантовая рука» на его месте должен быть я. Смотришь, люди, у них и здоровье, и успех, и богатство, и все растет. О, наверное, они добрые, наверное, они такие хорошие, помогают всем, сеют правду. Нет, эгоистичные, горделивые, надменные, высокомерные, используют людей для себя. не только процветают там бизнесмены или политики такие, да, и служители христианские тоже так же процветают, просто используют людей, вешивают лапшу на уши, используют, выжимают и выбрасывают, выжимают, и кажется, все должны понять, да нет, битком. Думаешь, как так, вы же не видите, что ли, вас используют, используют. Я недавно видел выступление мэра одного из наших российских городов, сидит такой в студии, знаете, как будто из 90 какой-то брыток слово связать не может, сидит, сплевывает прямо в студии. Я сижу, смотрю, мэр города, а ничего, нормально у него все. Вышел, наверное, из студии, сел в Мерс или в Крузак и полетел. Ты думаешь, это так, так должны жить праведные люди, а не такие люди, вот такие вот, не такие люди, а вот такие и так живут. А праведные часто на маршруточке, да на маршруточке с верой сказку о Золушку, да? И вот Ассав в этом псалме, да, вот 13 стих говорит, так, подожди, 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 А зачем я в чистоте свое сердце содержал? Это зачем? Проповедь ходил тут, слушал нашего пастора, это к чему все было? Руки зачем омывал невинностью? Эти он виновны во всем, и все у них хорошо, и все у них удачно складывается. А тут сидишь, бедная золушка, ждешь, ждешь, а смотришь, с принцем-то другая танцует, негодная, мачехина дочка, это что такое? Вот тебе и шарперу. Дальше. И вот Ассав продолжает. Все дни пребываю в страдании, по утрам терплю наказание, но если б я продолжал говорить такое, то ввел бы в заблуждение твой народ. Потому что такие мысли, они все равно рано или поздно, но приходят ко всем верующим, когда вдруг мы видим, что да, когда мы трудимся, есть результат, когда мы работаем, есть результат, когда мы стремимся быть лучше, да, это не остается без результата, но часто чудеса происходят у тех, кто вообще не идет этим путем. Как так? Как так? И вот Ассав говорит, если бы я говорил такое, ввел бы в заблуждение твой народ. Пытался понять я, в чем дело, 16 стих, но не приходило понять я. Вы знаете, вот эти вещи, их надо не столько вот головой, их надо нутром, сердцем осознать, эти вещи. Потому что есть немало проповедников, которые любят объяснять все запутанные места из Библии. Как говорится, объяснить я и сам могу, я хочу понять. Понять нужно. Не просто, а вот так-то, так-то, а этот проповедник так сказал. Вот у нас внутри как будто это не улеглось, а надо, чтобы улеглось, чтобы мы вот осознали это, не просто мозгами поняли, осознали своей внутренностью. И поэтому Ассав говорит, я пытался понять, но не приходило понятие, пока не вошел я в храм Божий, где понял, что случится со злыми. К сожалению, иногда даже в современном мире люди в церковь приходят, и там та же самая сказка о Золушке, и понятие даже в храме Божьем сегодня не всегда приходят. Но мне бы очень хотелось, чтобы во время этой проповеди пришло это понимание. И вот смотрите, что же он понял? 18 стих. Ты на скользких путях их поставил, ты уничтожишь их. Несчастья нагрянут нежданно, для грешников грянет гибель, они в смятении погибнут. Господи, станут злые вроде страшного сна, который мы забываем в миг пробуждения, словно ночные кошмары, исчезнут они. Вы знаете, даже есть некоторые богословы среди христиан, причем, да? Ну, это не большинство, но некоторые есть, которые вообще считают, что люди, которые стремятся к Богу, чья жизнь наполнена богоисканием, в вечности будут в царстве Божьем. А неправедные, не стремящиеся к свету, они не то, что попадут в ад, они просто исчезнут. Их просто не будет. Есть вот такая теория. Но, скажи, Виктор, а как будет? Как будет, мы увидим после смерти, точно. Я обещаю. Вот. Но, о чем мы можем сказать определенно, уже здесь, на земле, а не только после смерти, что вот эта жизнь Золушкина в этих замках, вот эта вот, сказка-то удачно заканчивается, она заканчивается, когда Золушкин выходит замуж, и мы думаем, там все лучше и лучше. А может, он ее через месяц сбросил и вторую Золушку нашел, никто не знает. В сказке так все как-то это, заканчивается и жили долго и счастливо. Целый месяц, пока не полюбил другую. Вот. Мы не знаем, как в жизни происходило, но, точнее, мы не знаем, как в сказке там происходило, но в жизни Бог нам показывает все вот это, что мир называет успехом, богатством и прочее, прочее, в действительности не более, чем сон. и люди, которые погружены в это, это спящие люди. Мы в церкви много говорим о пробуждении, мы думаем, пробуждение, мы так все вскачем, тут чудеса, знамения какие-то. Пробуждение, это когда мы проснемся, от чего? Да вот от этого Золушкиного сна, вот от этих теорий, этих иллюзий, от этой веры, что вот это благополучие принесет нам счастье в действительности, богатство, оно сделает нас с такими радостными, радостись и веселитесь. И еще раз говорю, веселитесь и радостись. Вот что такое сон, неправильные ориентировки в жизни. Сон, это когда сегодня в христианстве сказка о Золушке проповедуется под вот этим, с христианскими терминами, так как будто это и в Библии написано, даже такое. Но в действительности вот эти все замки, вы понимаете, да, Бог нам обещает, но важно понять, что же Он нам обещает, чем же вот этот успех христианин отличается от этого общепринятого понятия об успехе. Многие же так и не понимают, и верят, и разбиваются. Поэтому в этих церквах веры самая большая текучка. И вот посмотрите, Он говорит, 20 стих, я еще раз прочитаю, Господи, станут злые вроде страшного сна, которые мы забываем в миг пробуждения, словно ночной кошмар, исчезнут они. Все вот это, знаете, вот эта жизнь, вот эта роскошь, ты вдруг понимаешь, что это не что, это иллюзия. Люди, бегающие за ветром. Пар, суета-сует, говоря словами эквилизиаста. 21 стих, когда сердце мое скорбело, когда терзалась душа, глуп я был и ничего не понимал. Вот что важно осознать в вере в сказки о золушке. Да я глуп был. Меня просто, ну, в детстве наговорили чего-то такого. Начитали этого Шарля Перо. Глуп я был, ничего не понимал. Относился к тебе, Боже, как жестокий зверь. Урвать из царства Божия кусок, посочнее, покровавее. Жестокий зверь. Вот и мы все, как будто за благословением, как мясом. Кто рвет больше, то ты благословенней. Другая сказка какая-то жуткая уже пошла. Даша 23 стих. Но я навсегда с тобой, о Боже. Ты за правую руку держишь меня. Мне указываешь путь советом своим. А после примешь меня со славой. И когда я с тобой, ничего на земле не хочу я. О! Понимаете, самая глубинная молитва это о, и этого хочу, и этого хочу, и этого. Давай и побольше, и побольше, и побольше. И что же вы за меня и конфеты есть будете? Ага. Вот нам все надо. И конфеты, и всего. Все, за весь мир мы готовы. Реальность глубинная молитва, когда ты понимаешь, а чего вообще хотеть? Вот состояние самых моих глубинных молитв, когда мне становится смешно того, чего я хотел. Этого, этого надо, Господи, этого, этого и этого. Когда Бог приходит, ты сидишь и ты думаешь, Господи, какой же я глупен, какой я дурачок, чего я тут нахотел-то всего? Он тут. А я тут сны смотрю. Он здесь. Это пробудиться, значит. Вот что такое пробудиться. Это когда ты понимаешь, да это все сказки наивные, очень сильно потакающие наши плоти. сказки, но не более того, сны, сказочки это все. И ты вдруг пробуждаешься к божественной реальности. Глуп я был, ничего не понимал, относился к тебе, Боже, как к жестокий зверь. Но я навсегда с тобой, Боже, ты за правую руку держишь меня, мне указываешь путь советам своим, а после примешь меня со славой. И когда я с тобой ничего на земле не хочу, я плоть моя и сердце могут ослабеть, но ты моя сила сердца. Ты со мной везде и всегда. Понимаете? Везде и всегда. Вот когда об этом думаешь, ну везде и всегда, ну он же вездесущий, а как иначе? Но когда ты вдруг осознаешь это, но для этого нужно проснуться. Кто далек от тебя, тот смертен. Ты погубишь тебе неверных. Я же к Богу близко, как мне хорошо. Господа, владыку моего сделал я прибежищем своим. О делах твоих пришел я рассказать. Как вы знаете, вот в этой сказке, да, про Золушку, там помните, карета превратилась в тыкву, да? В реальности, когда ты пробуждаешься, там все эти замки, принцы, тоже все исчезают, как сон исчезают. И ты вдруг осознаешь, что счастье, это не вальс с принцем, не романтические свечи, не то, что там мы понапридумывали себе. Счастье, это когда ты пребываешь с Богом. Вот стих последний, 28, я же к Богу близок, как мне хорошо, как мне хорошо. и ты понимаешь, что ценность здесь, она одна, и эта ценность Бог, или, по-другому скажу, эта ценность любовь, все остальное декорации для любви, только декорации, не больше, поэтому цель христианской жизни, Бога переживать в своей жизни, а не мечтать о сказочках каких-то, не мечтать, Бога переживать, чего мы должны стремиться, да к чему мы только не стремимся, чего мы там себе не понапридумываем только, и найдем всегда какие-нибудь стихи из Библии, и нам какой-нибудь проповедник именно истолкует их, как вот мы хотим слышать, именно как вот нам приятно вот наши плоти, и очень часто и получаются вот эти проповеди про Золушек, трудитесь, Золушки, трудитесь, да, вот и однажды фея, ой, Иисус, появится, я буду трудиться, 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 но если мы с вами открываем Евангелие, если мы с вами читаем слова Христа, смотрите, о чем же мы должны мечтать и к чему должны стремиться, один стих все прочитаю, не буду как целую главу из псалмов, один стих, Матфей 6, 33, знаменитые слова Христа в Нагорной проповеди, ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам, смотрите, чего мы должны искать, вот мы часто говорим о Царстве Божьем, я в проповедях в последнее время часто этой темой касаюсь, я вот хочу вторую вещь отметить, и правды Его, правда это праведность, то есть ищи праведности Божьей, и вообще Писание, оно нас побуждает, будьте праведны, как Бог, праведны, как Бог, возникает вопрос, хорошо, Божья праведность, праведность Его, как у Бога, а какая же праведность у Бога, какая праведность у Бога, мы ведь всегда, эта сказка о Золушке нас стимулирует, мы всегда делаем, либо чтобы нам было хорошо, либо чтобы нам не было плохо, либо чтобы благословение пережить, либо чтобы проклятие не получить, а если мы посмотрим на Бога, буду праведным, чтобы не быть под проклятием, или буду праведным, чтобы быть благословенным, с принцем танцевать, Вот для чего мне нужна праведность. А давайте подумаем, Бог нас призывает не к человеческой, а к своей праведности. А какая его праведность? Вот если мы с вами задумаемся, какая у Бога праведность? Вот Бог праведный, об этом много сказано в Писании. Но грозит ли потеря у Бога праведности тому, что его накажут? Нет. А кто его накажет? Выше его нет никого. То есть Бог ничего не боится. Хорошо. А может Бог праведный, чтобы его кто-то благословил? И он получил много? Нет. Меньше благословляется больше. А над Богом никого больше? Нет. Он полнота наполняющего все во всем. Получается, Бога никто не наградит, и у него никто ничего не заберет. Зачем же он праведный? Смысл его праведности? И тут мы понимаем, Бог праведный только по одной причине. Потому что это его природа. Он праведный, потому что он праведный. Он добрый не из-за награды, не из-за страха перед наказанием, потому что он добрый. Потому что он любовь. И это его природа. И Бог призывает нас к его праведности. Не из-за стимула, кнута и пряника. Творить добро, почему? А потому что ты добрый. А почему? Да ты дитя доброго Бога. Ты любишь. Почему? Награда? Нет. Потому что ты наполнен любовью. Она излилась в сердца твои, Духом Святым, от твоего Небесного Отца. Поэтому ты любишь. И вот тут, знаете, все по-другому становится. По-другому становится. Я помню один сюжет из моего детства. Мы жили на Визе в одной из пятиэтажек. И я помню, знаете, когда дом построилось, все туда заехали, и мы все перезнакомились. То есть там примерно все были молодые семьи, мы там с детишками росли, ходили в стадики, в школу вместе. Как-то примерно вот, я не знаю, как было, сейчас это трудно представить, но я знал всех, кто жил в нашем пятиэтажном доме. А там, ну, несколько подъездов было. Я всех практически знал. Ну, в своем-то подъезде вообще всех знал. Я и в квартирах, наверное, во всех побывал. И вот в наш подъезд, я помню, переезжает новая семья. Старые уехали, новые переезжают. Я выхожу во двор, а подъезжают, там грузовичок стоит и вещи таскают. Я понял, что приехали новые соседи, причем в нашей пятиэтажке они жили на предпоследнем этаже, до сих пор помню четвертый этаж. Я думаю, о, новые люди, они будут жить в нашем подъезде, я их еще не знаю. Я подбежал и говорю, я буду вам помогать. Они мне сами стали давать, ну, ребенок там, то цветок, то книги, то еще там какую-то тумбочку маленькую. И я начал бегать. Почему я запомню, что четвертый этаж? Помню, запомню. На четвертый этаж, без лифта, естественно. Вот. Вот это все бегал, да? Я бегал, знаете, и мне было так хорошо, вот люди, они приезжают в наш подъезд, у нас какие-то новые соседи появятся, ехают, всех знаю, их не знаю, интересно, классно, что вот как раз я вышел, они заезжают, а им же трудно, их там не так много, а вещей, ну, когда переезжают, вы сами знаете, сколько вещей. Вещей много, а я им помогу, и побыстрее, и полегче будет. Такой счастливый был, что удалось мне это. Я до сих пор помню, что я, когда все закончилось, все закончилось, я такой, все, до свидания. И он мне говорит, подожди, подожди, мальчик, вот этот новый сосед. Я поворачиваюсь, и он мне дает 3 рубля. 3 рубля мне дает. Я посмотрел на 3 рубля. Знаете, вот мне стало так обидно, потому что, хотя, ну, что в советское время для ребенка 3 рубля? Мороженое стоило, самое лучшее у нас, 18 копеек. Если с другом, можно было по 10-2 купить. И тут 3 рубля, можно накупить жевачек, мороженое, там у нас коктейли были, пирожные, под 22 копейки. Помните? Эти все корзиночки, трубочки в нашем универсаменте накравили. О, 3 рубля. Вы знаете, мне даже эта мысль, она, она, она мне потом пришла. А в тот момент мне стало так обидно. Я это сделал, потому что я был очень рад новым соседям. Все. А они оценили мою радость деньгами. Я, помню, я взял, он отвернулся, пошел. Я встал, говорю, подождите, подождите. Он вернулся, говорит, знаете, мне не надо, я просто так сделал. Убрал в кошелек. Я пошел. И вот, вы знаете, я вот вспоминаю вот это свое чувство. Вот что такое было, что мне там деньги не нужны были. Деньги всегда нужны, особенно, чем младше, тем больше нужно. И ты сейчас не знаешь, куда потратить. А в то время другая проблема. Вот. И, но не было этой мысли. И вот потом человек взрослеет, 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 взрослеет. и у нас постепенно другой взгляд. Мы смотрим, как вот в псалме написано, да, кто нам выгоден, кто нам не выгоден, кто нам, может, выгоден, а может, не знаю как. И наши отношения уже выстраиваются, наша доброта выстраивается с расчетом, что я могу получить, что мне за это дадут. и уже у нас отношения, они как калькулятор. С бабушкой лучше не ссориться, она начинает из завещания вычеркнуть. То есть, понимаете, мы начинаем все просчитывать, наши отношения. С этими же бесполезно дружить, какой-то них толк, там ничего. Мы уже на другом уровне, уже нам, другие друзья нам нужны уже. И вот люди начинают в отношениях, вот уже, уже расчет идет, уже расчет идет. И ты смотришь, думаешь, а где же тот мальчик-то? Где же он? Я же этот пример привел не потому, что я такой хороший. Я знаю, что у каждого были в детстве какие-то подобные истории, подобные. Когда ты что-то делал просто потому, что ты хотел делать добро, ты вообще не думал ни о награде, ни о наказании, ни о чем не думал. Ты просто хотел сделать что-то хорошее. Именно об этом же Иисус говорил, когда произносил знаменитые слова «Не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное», когда ты делаешь вот потому, что ты улыбаешься, потому что тебе радостно, а не потому, что ты что-то хочешь получить. Конечно, я не хочу идеализировать детей, вы понимаете, и там уже с детских лет уже начинает это лукавство проникать. И постепенно получаемся, вот как мы получаемся. Но там, почему люди так любят маленьких детишек, щеночков, котят, а в них вот есть какая-то вот эта вот невинность, да, вот они просто вот радость, просто любовь, просто без награды, потому что вот... вот что должно единение с Богом делать у нас. Ведь давайте будем честны, сколько людей в христианстве, да, которые, ну, не станут никакими богатыми, сколько людей, которые не найдут своего принца, это правда, половинку свою. Не найдут. Сколько есть семей, у которых нет детей, и не будет никогда детей. Это тоже правда. Мы молимся, но ведь далеко не все получают вот эти вещи. Далеко не все получают эти вещи. Мы должны стремиться, конечно, мы должны делать все возможное, но если мы всю нашу веру, наше добро, наше вот это хорошее строим только на основании мечтаний о принцах, о воздаяниях, о замках, то в действительности мы просто хотим с Богом сделку совершить. И мы эти делаем из сделки всевозможные. Все время там есть такие целые учения. А что нам по этой сделке? Была старая сделка, сейчас новая сделка, по новой сделке. Что мне Бог обязан? Не додает. Я тут стараюсь, а он не додает. И мы вот в этих сделках духовных, все эти высказывания, мы партнеры Духа Святого. Какой Дух Святой мечтал о таком партнерчике. Понимаете, мы вот начинаем вот эту сделочную работу. Ну и как в этом мире, все они как-то, нам всегда кажется, что ну как-то нами пренебрегают. Один сказал, как это у вас в одной из проповедей пастор сказал, надо Бога простить. Что Бог что-то плохое делает? Бог ничего не делает плохого, но мы на него все равно обижаемся. Что нам кажется бывает, что он что-то не додает. Почему? Потому что у нас в голове сказка о золушке. Вот поэтому. Поэтому. Поэтому, драгоценные, знаете, я вам скажу честно, не любил я в детстве эти сказки и не любил Шарля Перо. Не любил. Вот никакие, ни золушку, ни этот мальчик с пальчик, не нравились мне как-то эти сказки. Они как-то все об одном. Кот в сапогах тоже. Это голодранец последний. Кот ему все сделал. Сидит. Маркиз Карабас. Очень напоминало мне нашу щуку вот эту, печку Емелину, сапоги-скороходы, меч-калдинец, скатит самобранку. Очень напоминало. Я любил другие сказки. Я любил сказки Андерсона. И я считаю, что именно сказки Андерсона это христианские сказки. Не только потому, что Андерсон был настоящим посвященным христианинам, не только даже поэтому. В его сказках, для детей написанных, заметьте, там как будто правда жизни показана. И поэтому сказки Андерсона, в отличие от этих сказок французских, народных, пьеро, они часто заканчивались невесело. Обратите внимание, невесело. Ну что там весело, девочка со спичками или еще что-то. Какой там веселье? Нет. Но что интересно, вот эти сказки, они словно тебя учат быть добрым, быть хорошим, потому что просто это, вот потому что, вот потому. Вот почему оловянный солдатик вот был таким? Чем там закончилось? Он с этой балеринкой так и плясал в этом стеклянном море около этого дворца? Нет. Оказался в печке. Но помните, он все равно хранил свое достоинство, потому что он был стойким оловянным солдатиком. И он не мог предавать. Почему? Потому что он не мог предавать. Вот эти сказки какой-то чести учили, достоинства учили, даже без надежды на земле вот этой получить какое-то большое воздаяние. Мне кажется, это и есть христианский смысл. Это и есть праведность Божья. Ты праведный, потому что у тебя природа Божья. А Божья природа это любовь. Это любить. Я отлично понимаю, что такие проповеди, как я сейчас говорю, они никогда не будут такими популярными, как проповеди о Золушке. Никогда. Потому что те проповеди льстят слуху нашей эгоистической природе, что почему-то из всех миллиардов, всех добрых и хороших, кто о себе так думает, именно ты должен выделиться и стать той самой принцессой. Вот это, настолько наша плоть этого жаждет. Поэтому так популярны вот такие проповеди, такие служения. Можно жить в этом, но я для себя принял решение, что все-таки я буду говорить правду, какой бы ни популярной она, она ни была. Вот тот вопрос, стоит ли той женщине проповедовать? Я думаю, нет, стоит. Я не хочу, чтобы они жили в сладкой лжи. Не хочу, это неправда, потому что. И более того, Бог что-то другое, высшее, лучшее приготовил. Только надо уметь это разглядеть. И, вы знаете, в конце хочу рассказать одну историю, которая произошла в 2012 году. В Наваре, это Испания, проходили соревнования по легкой атлетике. Там был очень большой приз. И в забеге участвовали ведущие спортсмены мира. В том числе, там был кинец Абель Мутае. Можно показать фотографии? Видите, вот он. Абель Мутае. Очень известный спортсмен на то время. Он уже выиграл бронзовую награду на Олимпийских играх, побегу. И вот дистанция 3000 метров, это была его коронная дистанция. И в Наваре, когда он бежал, он уверенно лидировал и ближайшего своего конкурента оставил далеко позади. Но за 10 метров до финиша он перепутал, и он подумал, что уже пересек финишную черту. Он остановился и стал всем махать руками. А ему люди говорили, надо бежать туда, бежать туда. А он испанского не понимал. И он думал, что ему кричат, и он всем улыбался и махал руками. И тут до него добежал следующий спортсмен, уже испанец это был, Тернамдес Аная. И по сути, он мог легко обогнать его и занять первое место. Но вместо того, чтобы использовать ошибку соперника, он начал, поскольку тот испанского не понимал, толкать его первым. Видите, как раз фотография. Он бежит и толкает его, показывает ему вперед и толкает его в спину. Он добежал и кинеет все-таки Мутаи. Первым пересек финишную черту, а Фернамдес вторым. Он его не обогнал. И вот после окончания соревнований у Фернамдеса журналисты спросили, почему он так поступил. Неужели он не хотел победить? Я вам прочитаю отрывок из того ответа, который Фернамдес она ее сказал. Нет, я очень хотел выиграть. Я очень хотел победить. Но даже если бы на кону было место в составе сборной Испании для поездки на чемпионат Европы, я все равно поступил бы так же. Я не заслуживал победы, отрыв был велик, и я не имел шанса догнать соперника, если бы он не ошибся. Мне важнее сохранить достоинство, чем выиграть золотую медаль. Знаете, все мы видим, какие вещи происходят в футболе, в обществе, в политике. Люди слишком часто видят неправильные модели поведения. Я рад, что поступил иначе и сделал этот жест. И сделал этот жест честности. Знаете, вот слова важнее сохранить достоинство, чем выиграть золотую медаль. Важнее сохранить достоинство, чем оказаться там первым в этом замке. Важнее сохранить достоинство. Важнее в этом суть христианской веры. Потому что однажды все эти золотые медали, принцы, замки, кареты, белые лошади, мерседесы, все это пьф! И как к сон. Останется лишь достоинство. И весь вопрос в том, много ли от каждого из нас останется? Много ли? Ищите прежде Царство Божьего и правды Его. И все остальное, что нужно, Бог приложит. Только стремись к Его Царству и Его праведности. К праведности, как к Его природе, Его святой натуре. Поэтому Павел апостол и говорит, мы причастники божественного естества. Просто подумайте, мы причастники божественного естества. Мы любим, потому что в нас Божья любовь. Мы делаем добро, потому что в нас Божья любовь. Мы поступаем по правде, потому что в нас Божья любовь. И мы должны еще больше и больше проявлять в своей жизни, в своих делах, вот эту божественную натуру. Особенно в этом безумном мире, когда смотрите, столько несчастья, столько боли, а некоторые только и думают, как нажиться, нажиться. Вот это фуфломицины продают, эти лекарства за безумные деньги. И уже все говорят, эти лекарства не помогают. Но они пишут, что помогают, чтобы лишь бы продать, лишь бы обогатиться на боли, на несчастье людей. Хотя все понимают, что люди же ради здоровья последние дадут, даже бедные люди. И вот на этом наживается, как это низко, как это мерзко. Пытаются даже из этой трудной ситуации очки себе получить. Я вижу, как некоторые проповедники пророчат что-то, в конце света даже в этой ситуации хотят какой-то авторитет. А по сути вся эта ситуация, она как лакмасовая бумажка, она раскрывает нас. Вы знаете, вот в этом году я еще и еще раз убеждаюсь, все тайны, оно как явным становится. То, что, казалось бы, там дымилось годами, оно проявляется. И достоинство проявляется, и подлость проявляется, и честность проявляется, и коварство проявляется. Все настолько убыстрилось, как будто вот эти тайны вскрываются. И мы видим, что происходит, мы видим, что творится. Сегодня в современном мире творится. Я недавно читал исследования психиатров, они говорят, что вот этот коронавирус, он не просто на тело влияет, он как-то нервную систему затрагивает, что люди чуть ли не с ума могут сходить, но в разной степени, что это проходит долгое время, в уме вот этот вирус. На нервную систему влияет. Вы знаете, у нас тут истории странные происходят, когда там один сбежал из палаты, помните, там перелазил через заграду один летчик, его там нашли мертвым. Странные вещи, как будто у людей крыша едет, но самое даже страшное не только это, а вот сама ситуация карантина, самоизоляции, непривычно, необычно, такого мы не переживали никогда. И в этой ситуации мы чувствуем, как во всем обществе нервозность поднимается, поднимается, поднимается. А сейчас еще скоро праздники, и она и так там поднимается. Я обращаю внимание, насколько сегодня люди вспыльчивы, насколько злые, вот эти злые взгляды. На прошлой неделе несколько раз там где-то в магазине, в очереди, какая-то ерунда, там кого-то коснешься, и ты на тебя, просто как будто бочку негатива начинают выливать. Я думаю, не один я такое переживаю, просто такое все накаленное, все вот это проявляется, все проявляется. Вы знаете, это как никогда возможность показать этому миру, что в нас другая природа, что мы не от низших, мы от высших. Показать это, когда вот все бегут нервны, любовь, милость, прощение, не из-за наград каких-то там или наказаний, а потому, что мы причастники его естества, мы другие. Мы проповедуем о том, что Бог есть любовь. Вот сейчас, как никогда фантастическая возможность продемонстрировать силу наших слов, показать, Бог есть любовь, показать этому миру, Бог есть любовь. любовь. Когда сегодня все эти сказки о Золушке, насколько показаны, насколько это все обанкротилось в современном мире, все эти сказочки, все эти наивные люди. Скажешь, ну это такая светлая сказка. Нет, это не светлая сказка, она возбуждает самые такие алчные наши плотицы. Я должен быть лучше всех, потому что это я. Я такой добрый, я хороший, но еще 7 миллиардов. не, 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 я самый. Понимаете, вот это желание. А христианство, это когда Сын Божий умер, кто на самом деле был самым-самым, умер за ближних и сказал нам, нет больше той любви, как кто положит душу свою за друзей своих. Вот что такое христианство. Вот. Но никогда это не будет так популярно, потому что это как раз противоречит нашей плоти, отлич от золушки. Это противоречит нашей плоти. И поэтому вокруг нас вот все время, и в том числе в христианском мире эти шизофренические голоса, трудитесь, золушки, трудитесь, трудитесь, золушки, трудитесь. И мы такие, как зайчики, трудимся тут на процветание, на благословение, но то, чтобы быть головой, а не хвостом. Работаем все на это. Иисус показал другой путь. искать правды и царство. Вот этот путь. Его путь. Все остальное, не волнуйся, что надо приложиться. И потому, вы понимаете, жизнь, прожитая в любви, не может быть неудачной. Не может быть жизнь в любви. Потому что сколько уже разные богатые люди говорили, да не приносят богатства счастья. нет. Чем больше богатства, там головных более-более. Жизнь в любви. Это хорошо иметь семью, но если у тебя нет семьи, ты не неудачник. Это благословение иметь детей, но если у тебя нет детей, ты не неудачник. Это хорошо иметь машину красивую, но если у тебя нет машины, ты не неудачник. Ты неудачник, если будучи христианином, пробегал за всеми этими вещами и не проявлял любовь в своей жизни. Жизнь, прожитая в любви, она не может быть неудачной. Вы понимаете? И не важно, что у тебя есть. Это все сон. Однажды рассеется. Мы проснемся. Вы слышите? Мы проснемся. Вспомнишь слова пастора, что это сон, когда проснешься. Вспомнишь, что тебе Виктор говорил. Если, конечно, это тоже не рассеется. Эти воспоминания. Но это все однажды рассеется. А вот единение с Богом, любовь Божья, которую мы проявляем как часть нашей природы, любовь Божья пребудет вовек. Чем больше в тебе любви, тем больше ты пребудешь вовек. Аминь. Закроем глаза и склоним головы. Всемогущий Господь, я благодарю Тебя за Твою милость и благодать. Я молю, мой Бог, избавь нас от иллюзий, от ложных надежд, от призрачных мечтаний, от этих плотских устремлений, которые не дают ни счастья, ни радости, которые погружают нас в суету-сует. Очисти нас, наше сердце для любви. Я молю Тебя, Господь, в это нервозное время, чтобы в нас был мир, в это агрессивное время, чтобы в нас была доброта, в это жестокое время, чтобы в нас была любовь, Господь. Мы не от мира сего. В нас Твоя природа, и у нас прекрасная возможность сегодня проявлять эту природу в отношении друг друга, в отношении людей, которые нуждаются. Проявить любовь, потому что мы не можем по-другому, потому что Господь мы любим. Не с целью что-то получить взамен, мы не собираемся использовать людей, но любить их Твоей любовью, божественной Агапе. Аллилуйя, Господь. Коснись. Я особенно молю, мой Бог, за тех, кто в последнее время чувствует, словно эта нервозность в него проникает, раздражительность в него проникает. Коснись моих братьев и сестер. Боже, чтобы этот горький корень был вырван из сердец. вырван из сердец. Коснись людей, кто смотрит это собрание онлайн. Вырви из сердец этот горький корень раздражительности, нервозности, этого постоянного беспокойства. Когда мы с Тобой, не нужно ничего, нам хорошо. Я молю, мой Бог, чтобы в это время мы как никогда искали Твоего лица, пребывали в Твоем присутствии, ощущали суть, ощущали любовь Твою, превосходящую разумение. Пребывали, Боже, в Твоей любви, в Твоей милости, в Твоей благодати, Господь. Удачная судьба человека, который не потерял любовь, успешная жизнь, когда мы прожили в любви. Вот он успех наш, быть светом и не погаснуть, не разочароваться, не променять Твой свет на мамону. Невозможно служить двум господам, невозможно искать царства Божьего и правды и при этом бегать за успехом этого мира. Невозможно. нам мы выбрали Тебя, мы выбрали Твое царство, мы выбрали Твою правду, мы выбрали, Боже, Твое святое слово, которое избавляет нас от этих сказок и дает нам настоящее духовную истину, духовное опознание, преображение. Мы причастники Твоего естества. Благослови, 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 благослови. Аллилуйя. 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 Слава Тебе, Господи. Сохранить достоинство важнее, чем золотая медаль. Это настоящее духовное сокровище, достоинство, честность, любовь, правда. Я молю, мой Бог, чтобы мы хранили эти сокровища. Дорогие друзья, пожертвования можно внести любым удобным для вас способом. Способ первый. На сайте церкви New Life.ru в разделе поддержать нас с помощью платежного сервиса Робокасса ввести сумму и выбрать любой из предлагаемых способов оплаты. Способ второй. С помощью QR-кода, который также размещен на сайте церкви в разделе поддержать нас. Способ третий. Через сервис Сбербанк онлайн в разделе оплата услуг набрать церковь новая жизнь города Екатеринбурга. Реквизиты и полное наименование получателя встанут автоматически. Вам необходимо будет внести вручную сумму и назначение платежа пожертвования на осуществление уставной деятельности. Большая просьба точно указать именно такое назначение платежа. Способ четвертый. Любым другим безналичным способом по реквизитам указанным на сайте церкви newlife.ru в разделе поддержать нас. Если у Вас возникают вопросы о способах пожертвования, Вы можете задать их по телефону 8-912-22-333-02. Пожалуйста, не используйте этот номер телефона для перечисления средств. Он предназначен только для информации. «Музыка» 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 Субтитры создавал DimaTorzok